вот друзья поехали-поехали сегодня у нас более-менее тепло плюс 20 потеплело я еду в Ньюпорт сейчас надо мне там зайти в банк и мы с вами немножко посмотрим что обозначает июнь месяц в Англии как здесь это все выглядит что-то у нас получается, что июнь месяц весь был плохой по погоде вы знаете даже хуже, чем апрель и хуже, чем май в апреле и в мае было плюс 20 а в июне плюс 15 а еще и даже было 12 как-то а ночью было совсем холодно так что вот раз на раз не приходится год на год не приходится вот такой вот бывает у нас разная погода а я продолжаю ехать с вами в Ньюпорт Ньюпорт не люблю бестолковый город совсем не зеленый расположенный в центре острова никакой нет там никакого побережья никакой воды я люблю, чтобы была река чтобы была вода ну там есть река Медина, конечно но она не симпатичная тоже вам ее показывала так что получается вот так я буду не буду торопиться вам рассказывать потому что как я вам говорю что трасса все-таки я еду я еду не очень-то быстро но 40 миль 40 миль в час это получается 70 километров 70 километров в час скорость довольно так приличная как вы понимаете поэтому тут не забалуешь понимаете ли тем более что камеры кругом и фиксируется везде скорость меня уже тут однажды оштрафовали у меня скорость превысила там надо было 30 ехать а я ехала 36 что-то так знаете с горки я что-то задумалась еду себе никого нет пустая дорога и еду 36 такой шумахер называется и меня сразу же на следующий день бабах присылают мне бумажку счастья которая меня штрафует на 90 фунтов мало того там еще запугивание страшное что вас могут лишить за превышение скорости лишить прав и что вы должны пройти курсы здесь а за курсы надо еще заплатить 90 фунтов недельные курсы называется добровольно принудительно вот мне пришлось заплатить еще 90 фунтов сходить на эти в курсы в течение ну там нет не неделя там по-моему дня 3 дня 3 по 4 часа там нам морочили голову но самое то интересное что я же еще и не понимаю там ничего что они там говорят но я еще что-то с умным видом отвечала и даже прошла прошла опять их тест это вообще-то для меня самой удивительно но вот происходит так хоть меня многие конечно и критикуют за мой английский но вот понимаете мне удается как-то общаться и как-то еще и сдавать на права так поэтому мы едем с вами медленно и потихоньку а вы надеюсь опять смотрите вокруг вот мы проезжаем мост через реку Медина с правой стороны была река а с левой стороны озеро в котором ресторанчик в котором мы празднули свадьбу и который я вам тоже показывала в недавних своих видео вот видите мы с вами скоро уже изучим этот остров Айл Уайт вдоль и поперек ой боже еще такая история что я хотела же вас давно уже обещала вам вас свозить на Ниддлс Ниддлс это у нас самый западный мыс острова очень красивый очень популярное место для туристов Тотландбей и вот этот Ниддлс там почему называется Ниддлс Ниддлс это игла потому что там стояли четыре скалы таких как сказать обрывка таких скалы меловых белых тоже вам фотографию сейчас покажу вот эти вот четыре скалы но потом по-моему сто лет назад не знаю не буду врать вот посмотрю опять внизу вам дам ссылочку что там одна скала обломилась поломалась волны подточили и теперь осталось этих три скалы возможно и они тоже скоро опвалятся так вот я все собиралась туда с вами съездить практически уже была готова но потом некоторые такие обстоятельства которые не дали мне возможности туда вас свозить я решила что не стоит овчинка выделки потому что сказать по правде это много бензина тратится и ехать 25 миль далеко и смысла нет потому что не хочу получать негативные комментарии скажи я вам вот как-то теперь буду вести себя попроще я вам не рассказывала еще одну историю друзья вы знаете это что тут почему 30 что за ерунда всегда было 50 вдруг поставили ограничитель скорость 30 миль ничего себе это наверное знаете чтоб опять брать с людей штраф здесь всегда было 50 миль скорость кто-то может быть перепутает 30 и 50 издалека и прекрасно опять оштрафуют на 90 пунктов только то что я вам вот видите вот он мигает справа слева это это как раз вот проверяет кто с какой скоростью едет вот такой вот сюрприз в кустах называется представляете какие говняки боже мой я просто не могу этого поверить это как у нас уже вы знаете вот прям мне напоминает Россию когда ставят специально ограничитель скорости а сами становятся где-то неподалеку в кустах и людей штрафуют останавливают но у нас останавливают взятки берут а здесь нет здесь не останавливают но здесь фиксируют ваш номер скорость вот эта вот машина видели слева еще раз можете промотать назад и посмотреть такая в полосочку желтенькая с черным полосочки на белом фоне вам присылают тут же штраф 90 фунтов а еще и могут проделать дырки в этом самом ваших правах и второй раз попадетесь лишитесь вообще прав вот такие вот тут у них веселые истории взятки давать нельзя но с вас вытащат все это может быть здесь вот видите а здесь вот видите начинается фестиваль судя по всему оградили уже место вот вот время от времени выключаю камеру потому что что-то прям совсем перегородили всю дорогу это раз да готовятся к фестивалю наверное скорее всего а во-вторых обратите внимание какое небо у нас опять вот вот Продолжение следует...